Красавица или чудовище? Вот главный вопрос последних дней для жителей Канавинского района. Задают они его, глядя на живую елку, которую поставили на Волжской набережной. Ее объемы и параметры вызывают некоторое подозрение. На той неделе я ее увидела. Ахнула от ужаса, если честно. А что, она тощает какая. Что уж в лесу не нашли хорошие елки. Ужас, что за елка такая. Во-первых, ее поставили криво. Она вообще не праздничная какая-то. Праздничное настроение вообще не создает. Лысая, без колючек, без ничего. Прозрачная елка. Нам сначала поставили трехметровую, как будто в помойке нашли. И потом люди повзмущались. Говорят, да что это такое. И они через две недели, видать, раз ночью, другую. А была вот обрубыш. Ну, вообще, как будто... Так бы, нахуже это еще. В два раза, вы что. Здесь детей очень много гуляют. Очень много гуляют. И все праздники собираются здесь, выходные здесь. А радости тут мало. За что обидели? Тут надо спросить тех, кто ставил. Это, наверное, их кто-то обидел. А они, в свою очередь, жители. Однако, на вкус и цвет, как говорится, товарищей нет. Вот, например, коллектив канавинской администрации елкой доволен. Вот, я не считаю, что она некрасивая. То есть, эту елку мы ее привезли из Борского района, из леса. То есть, совместно, значит, с Борским лесхозом выбирали эти елки. То есть, нормальная елка. Почему она не нравится? Остальные еще хуже были. Ну, это была, да. Это были самые лучшие елки, вот, которые мы все-таки выбрали там, да. Она всем понравилась. Ну, нам она понравилась, по крайней мере. Да, тем, кто занимался нас этим вопросом, елка самую лучшую выбирали. Сейчас, наверное, просто напряженка с елками в лесу уже в целом.